Языкознание, наука сложная. Здесь и фонетика, и синтаксис, и грамматика объединены в одну дисциплину. Перед экзаменом по этому предмету Софья Журавлёва волнуется, хотя пока первая в её жизни сессия проходит на отлично. Я обязательно читаю билеты вечером, потому что я считаю, что именно прочтение вечером перед сном помогает лучше усвоить материал, потому что именно в процессе сна информация усваивается, откладывается долговременная память. Ну и, конечно же, прописывание билетов является важным, потому что через руку проходит информация. Две недели на подготовку, а дальше немного удачи, знаний и особая техника выбора билета. Я стараюсь выбирать билеты по ощущению, то есть я чувствую, что где-то здесь лежит счастливый билет и вытягиваю его. А вот у студентов-медиков МГИМО Одинцовок с суеверием отношение неоднозначное. Будущее профессии обязывает. Для первокурсницы Алины Останиной наука гистология. Как и Верест, вершина пока недостижимая. Мы слушаем афирмации, стараемся друг друга поддерживать и обязательно помогаем без помощи. Один ты не справишься. Медицина для девушки – мечта, которая сбылась. Несмотря на то, что её семья тесно связана с этой наукой, выбор сделала самостоятельно. А у бабушки-терапевта всегда можно попросить дельный совет. Обучение в университете ей очень помогло именно теоретическими вопросами. Но в своей профессии и на практике я буду сталкиваться только с знаниями, полученными на опыте. Поэтому если какая-то тема западает и не очень получается, расстраиваться всё равно не стоит. Так как на опыте я всё равно столкнусь с каждой этой темой. Впрочем, каждый студент хотя бы раз заваливал экзамен и попадал на пересдачу. Третья курсник Валерий к такому повороту судьбы научился относиться философски. Раньше казалось, что это очень страшно, но на самом деле просто может во время сессии не повезти. И пересдача – это как второй шанс получить оценку повыше, чем двойка. Чем моложе преподаватель, тем он лояльнее. Это самое популярное заблуждение, признаётся Давид Вдаян. Он сам не так давно сидел за партой в качестве студента МГИМО. Теперь уверенно стоит за кафедрой. Я в своё время проводил статистику своей зачётки, чтобы понимать, у кого у меня высокие оценки, у кого не высокие. Естественно, самые плохие оценки у меня были как раз у молодых преподавателей. Готовиться всей группой, разделяя билеты, преподаватель не советует. Лучше воспользоваться классическим методом – изучением научной литературы. А вот шпаргалками его не удивишь. В основном, самая банальная шпаргалка – это наушники. Когда кто-то диктует, и, естественно, смешно, когда звук от этой диктовки слышен в том числе и вам. Когда вы преподаватели, вы слышите это. Счастливая пара одежды, монетка в ботинке, конспекты под подушкой – классический план любого студента перед сессией. Поколения меняются, а традиции остаются. Всякий студент суеверен. И даже если они вам скажут, что они не суеверны, они, конечно, суеверны. Потому что это я тоже наблюдаю. То есть не возвращаться, идти одной дорогой. Обязательно первым должен встретиться мужчина в этот день, когда сдаешь экзамен. Изменились только методы обучения. Появились новые возможности, в том числе интерактивные помощники. Теперь даже преподаватель с 20-летним стажем в общении со студентами открывает для себя что-то новое. Наше образование, оно было, собственно, заточено в такую образовательную трубу. Мы поступали, учились пять лет по учебному плану, который, по сути дела, не менялся. И, конечно, не совсем учитывались потребности рынка, производства, работодателей. Сейчас у студентов есть прекрасная возможность гибкого обучения. 25 января в России отмечают праздник – День студента. Преподаватели и выпускники сходятся во мнении – это самая лучшая пора в жизни. И ею надо наслаждаться. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».